Не соблюдают требования антитеррористической безопасности. В этом обвиняют руководство компании-перевозчика. Это выяснилось в ходе внеплановой проверки. В мае ее провели специалисты управления авиационного надзора и надзора в сфере транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу. Судья зачитывает целый список нарушений. Субъект не обеспечил проведение досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра всех объектов досмотра, проходящих смотранспортное средство. И год назад это же предприятие не прошло аналогичную проверку. Тогда суд решил ограничиться штрафом 50 тысяч рублей. За повторное нарушение фирмей может грозить даже при остановлении деятельности. Директор Лира Гордеева пытается оправдаться. У нас единственный закон, который два глава угла, это безопасность дорожного движения было до сих пор. Сейчас мы, конечно, должны еще заниматься функциями силовых структур. Тем, чем занимаются сегодня ФСБ, УВТ и все силовые структуры. Для нас это новинка, это тяжело, это очень трудоемко. А еще очень затратно продолжают представители фирмы. Так, например, потребуются дополнительные расходы, в том числе и на зарплату специалистам, которые должны досматривать пассажиров в междугородних автобусах. И все же предприниматель готов выполнить все требования закона. Были заключены договора на разработку планов обеспечения транспортной безопасности. Для того, чтобы эти планы нам утвердить в УВТ, Федеральном дорожном агентстве, нам нужно аттестовать водителей, как силы обеспечения транспортной безопасности, ответственных за транспортную безопасность на транспортных средствах. Несмотря на доводы транспортников, чаша весов Фемиды все же склонилась на сторону специалистов надзорного ведомства. Судья постановит признать юридическое лицо общества с ограниченной ответственностью ЛИРа. В новом совершении административного правонарушения предусмотрено частью 2 статьи 11.15.1 Кодекса Российской Федерации в административных правонарушениях назначат административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Пассажир и перевозчик еще может обжаловать решение суда. На это у него есть 10 дней. Юлия Данилова, Сергей Шемид, Интера ТВ.